Вчера, 19 июля, в Нагорном Карабахе прошли выборы президента республики. Восемь часов утра все избирательные участки, а их было 274, один из которых в Ереване, в представительстве Нагорно-Карабахской республики, были открыты для голосования. На пост президента претендует три кандидата. Депутат Национального собрания Виталий Баласанян, действующий президент республики Баку-Саакян и проректор филиала Ереванского аграрного университета Степанакерти Аркадий Согомуня. В ходе выборов проявилась высокая активность избирателей. В 14 часов Центр избирком Карабаха сообщил, что почти половина всех избирателей уже сделала свой выбор. Честно говоря, сейчас три часа, уже проголосовали 553, да? 553! 553, то есть 50%. И вот уже, наверное, 6 лет я на этом участке принимаю на время голосования. Полем, такого не было. Потока такого не было. В том, последние выборы были, когда мы выбирали, это было на этом участке 426 человек. За весь день? За весь день, да. Сколько всего по списку у вас? 1090 человек. Ну, проголосовали фактически ровно 50% электричества. Я не буду говорить ни свое имя, ни имя того, за кого проголосовала. Зачем? Все равно, никто нам не поможет. Посмотрите на наши дороги. Вот видишь наш город. Я за того проголосовала, кто город сделал таким красивым. Я проголосовала за Бако Саакяна, чтобы наш народ жил в достатке. В единственном избирательном участке в райцентре Аскеран к 14 часам 20 минутам проголосовали более 70% граждан. Вот сейчас 14 часов 20 минут. И на данный момент нарушений нет. Нормальные выборы. Нарушений нет. Я проголосовала за мир в Карабахе. А за кого именно, это уже тайна. Я член партии Дашнак Цюн. И моя партия поддерживает Бако Саакяна. Поэтому я проголосовала за него. Я проголосовала за Бако Саакяна, потому что он единственный, кто сможет сделать хорошее для Карабаха. В ходе выборов в 3 часа дня в Центральную избирательную комиссию поступило одно жалобо-письмо из штаба кандидата Виталия Баласаняна. Где сообщалось, что за день до выборов в селе Астхашин Аскеранского района сторонники кандидата Саакяна избили Арсена Григоряна, доверенное лицо Баласаняна. А в день выборов выгнали его с избирательного участка. Пресс-служба полиции Нагорного Карабаха проинформировала, что по данному инциденту собраны все необходимые материалы. И расследованием займется полиция Астхирана и районная прокуратура. В 8 часов вечера голосование было завершено. Центральная избирательная комиссия сообщила, что проголосовала более 73% от общего числа избирателей. За ходом выборов следили международные наблюдатели из 22 стран мира. Кроме избирательных участков Степанакерти, наблюдатели побывали во всех семи районах республики, посетив райцентры и отдаленные села. Поздно вечером наблюдатели собрались в пресс-центре. Заявлений о нарушениях от наблюдателей не поступало. Выборы прошли абсолютно прозрачно. Это первое. Никаких не было нарушений. Мы посетили 5 участков, здесь 6. Села Нагорного Карабаха, Республики. Все избирательные комиссии принимали в открытом режиме. Избиратели приходили. И поле изъявления граждан показывает, что 70% граждан Нагорного Карабаха, Республики, по последним данным, пришли на выборы. Начиная с первого участка, были в Ганзесарском районе. И по пути практически во всех участках, которые есть в направлении Ганзесара. На данный момент смогут сказать, что ни одного нарушения мы не зафиксировали. Так же, как и большинство присутствующих наблюдателей, с которыми мы успели переговорить. Представители от кандидатов в президенты все заверяют, что никаких нарушений не было. К сожалению, на многих участках удалось выявить то, что нет представителя одного из кандидатов. Это кандидат, который, скорее всего, пользуется наименьшей поддержкой населения. Я могу судить об этом только потому, что на подсчете голосов на некоторых участках за него отдали по 2-3 грамм. Так, в целом, все хорошо, все нормально в соответствии с законодательством Нагорного Карабаха и с принятой международной практикой и международными нормативными правовыми акциями. Сегодня мы посетили избирательные участки в трех районах – Аскерайском, Степанакерте и Мартунинском районах. Меня интересует Мартунин. Как там проходили выборы? Что вы наблюдали? Ну, тогда, когда мы наблюдали за выборами, мы посетили два избирательных участка, которые там в Мартунине находятся. А на обеих этих избирательных участках все было спокойно и соответствовало закон, избирательному законодательству. Хочу тоже подчеркнуть, что присутствовали доверенные лица всех кандидатов. Именно в Мартунине, в некоторых, скажем так, более отдаленных регионах и поселках не все присутствовали. В Мартунине, наоборот, присутствовали все и имели возможность выразить свои замечания. Замечания в момент, когда мы посетили Мартунин, никаких у них не было. Поэтому, можем сказать, что, на наш взгляд, день голосования в Мартунине проходит очень спокойно, мирно и в соответствии с законодательством. Согласно предварительным результатам президентских выборов в Нагорном Карабахе, выложенном на официальном сайте Центра избиркома, по состоянию на 8 часов утра действующий президент Бакуса Акян опередил своего основного противника Виталия Баласаняна более чем на 30%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин